Музыка Всем доброго времени суток На прошлом уроке мы с вами рассматривали анимацию губ для аватара В этом видео уроке мы с вами познакомимся с лицевой анимацией Вот я сейчас вам покажу то, что у меня получилось Ходит наша бабушка, палочкой стуча Говорю я бабушке, вызови врача Выпьешь ты лекарства, будешь ты здорова Если будет горько, ну что же тут такого Ты потерпишь чуточку, а уедет врач Мы с тобой на улице поиграем мяч Будем бегать, бабушка Прыгать высоко Ну что же тут такого Это так легко Вот то, что у меня получилось Конечно, это не идеальный вариант Может быть, можно будет что-то исправить Что-то переделать Но я вам сейчас покажу Как делается лицевая анимация Я, правда, сюда еще движения ей добавила Но как делать движения, вы уже знаете Итак Эту девочку я пока удалю И начнем урок с самого начала Вот наша девочка Аватар Опять-таки я немножечко подправлю ей руки Вот так Теперь я добавлю анимацию губ Вот она у нас Проверим, работает она или нет Анимация губ наша применилась Теперь займемся анимацией лица Анимация лица находится во вкладке Анимация И вот под вот этой кнопкой Я ее нажимаю левой кнопкой мыши Здесь мы видим стандартные аватары Вот они С разными выражениями лица Вот видите, я щелкаю И здесь тут же внизу Меняется аватар И разные его выражения Причем, если мы будем нажимать На вот эти иконки У нас сразу, видите Меняются те области лица Которые будут анимироваться В данном случае Вот, к примеру, на этой картинке У нас будут меняться глаза Вот эта вот часть Мы можем сбросить это все Вот этой кнопкой И установить вручную Те части, которые нам нужны Вот если, допустим, нам нужно Поднять одну бровь Вот мы установили вот эту вот часть И будем работать именно с ней Если мы нажмем на вот эту кнопку У нас активируется вращение головы Если нажмем на вот эту кнопку Активируется поворот головы Если активен вот этот флажок То те движения, которые мы будем сейчас Делать все изменения Они будут записываться и добавляться К тем, которые уже существуют Если мы нажмем вот эту кнопку Вот я сейчас подвину немножко У нас открывается еще одна панель Где мы можем изменить вес Той части лица Которая у нас выделена сейчас Вот по умолчанию у нас стоит 100 К примеру, да Мы можем поставить другую Я дважды щелкаю левой кнопкой мыши И могу поставить 50 Чтобы это было не так много Нажимаю клавишу Enter И вот оно применилось Я сейчас верну в предыдущее состояние И мы посмотрим дальше Как с этим работать Я закрываю эту панель Нажимая на эту же кнопочку И смотрим Что мы делаем дальше Итак, предположим Я выбрала вот это выражение лица Я нажимаю теперь на вот эту кнопку Предварительного просмотра Перевожу курсор на экран Нажимаю на клавиатуре пробел И вот так вот двигаю по экрану Чем шире мои движения Тем шире амплитуда движения головы Вот она вращается, видите Вот она поворачивает со стороны в сторону И вот она вверх-вниз опускает свою голову Когда мы определились С тем, какие движения нам нужны Мы снова нажимаем пробел И выходим в исходное состояние Если мы отключим вот эти две кнопки Поворота и вращения головы То у нас теперь будут двигаться Только части тела, которые выделены Ну вот давайте я, к примеру Выделю еще вот эти вот две Чтобы оно было более наглядно Нажимаю снова предварительный просмотр Пробел И веду вот так вот Вот видите, как широко-широко У нас двигаются брови Снова нажимаю пробел И мы вышли из этого состояния Когда вы определились С нужными вам движениями Вы можете их записать Чтобы это сделать Нужно нажать на вот эту кнопку Снова пробел Но сейчас уже идет запись Непосредственно в реальном режиме То есть мы будем слышать и речь И тут же делать то, что нам нужно Здесь очень важно не ошибиться Итак, я нажимаю пробел И продолжаю запись Ходит наша бабушка Вот я кусочек записала Для остановки записи Вы тоже нажимаете пробел Ну и мы можем теперь посмотреть Что у нас получилось Ходит наша бабушка Видите, как брови у нее Опускаются и поднимаются Точно так же По кусочкам Вы можете предварительно Просмотреть и записать Всю нужную вам анимацию На что еще я хотела Обратить ваше внимание Вот я сейчас сброшу Все эти параметры Если мы нажимаем Вот эту часть лица То у нас будут моргать Оба глаза Давайте посмотрим Как это выглядит Я нажимаю предварительный просмотр Нажимаю пробел на клавиатуре И теперь нажимаю Левую кнопку мыши Вот видите Я щелкнула И глаза закрылись Щелкнула еще раз Они опять закрылись Если я сейчас Нажму левую кнопку И оставлю ее нажатой То у нее глаза Будут полностью закрыты Выходим из этого режима Точно такую же функцию Выполняют вот эти Вот два выделения Это мы сейчас уберем И посмотрим Вот видите Я тоже нажимаю Левую кнопку мыши И она у меня моргает Или закрывает глаза Мы можем сделать Мигание одного глаза Вот к примеру Я вот эту функцию удалила Осталась у меня Только левая бровь И давайте посмотрим Вот я нажимаю Вот она у меня мигает Левым глазом И то же самое С правым глазом Вот я его выделила Предварительно смотрю И вот Она мигает правым глазом Если у вас получился Очень удачный персонаж То вы можете его сохранить Нажав на вот эту вот кнопку Указав ему путь И потом Вставить в другой проект Вот вы нажимаете Тоже кнопку Ищите там Где вы его записали И открываете Чтобы получилась Достаточно качественная Анимация Над этим нужно Посидеть Поработать Это Не делается В течение Нескольких минут Я закрываю Наше окно И напоследок Хочу вам еще раз Показать То что у меня получилось Далеко не идеальный вариант Конечно Но Над всем Нужно работать Если вы добавите Еще к своему аватару Движение То он получится У вас Достаточно Красивый Ходит Наша Бабушка Палочкой стуча Говорю я бабушке Вызови врача Выпьешь ты лекарства Будешь ты здорова Если будет горько Ну что же тут такого Ты потерпишь чуточку А уедет врач Мы с тобой на улице Поиграем мяч Будем бегать бабушка Прыгать высоко Ну что же тут такого Это так легко Вот такая анимация У меня получилась Записывается наша анимация Вот на эту дорожку Вот я ее сейчас выделила Видите Вот высветилась наша анимация Я надеюсь Что вам понятен этот урок На этом он закончен Всего вам доброго До новых встреч